ходил сейчас к местному психиатру дело в том что я пью антидепрессанты и примерно через месяц я по плану моего врача белорусского мог бы уже закончить их пить но когда я начал снижать то ко мне начали возвращаться эти ощущения неприятные и поэтому я начал искать здесь в субботице русскоговорящего психотерапевта я написал несколько клиник здесь если в россии психотерапевт это и психолог этот который назначает лекарства то здесь кажется нет психотерапевтов и все психотерапевты которым я обращался они оказывались психологами которые не могут вы выписывать лекарства мне порекомендовали здесь недалеко от автовокзала есть здравля куча там много разных врачей гинеколог есть еще психолог и вот я пошел к психиатру к женщине которая не говорит по-русски выяснилось в итоге что русскоговорящие есть в новом саде и белграде но туда ехать мне не хотелось поэтому я пошел к ней сюда и вот самой кучи в этой мне сказали что у этого врача по моему ее зовут габриэла гордана она уже общалась с русскими к ней приходили так что ну все нормально я написал в google переводчики текст с которым я хочу к ней обратиться кто я такой откуда приехал написал свои симптомы и написал примерно сколько я планирую жить в сербии и мы в общем то жестами каждый на своем языке мы пообщались она мне выписала лекарство то же самое которое я пил в беларуси мне выписывали на максимум на три месяца лекарства и потом приходилось опять идти к этому врачу ну обычно выписывал на два месяца на 3 это прям вообще стоило на него немножечко надавливать чтобы он соглашался на три месяца а здесь мне выписали на 6 месяцев и предыдущий месяц у меня такой себе был на самом деле меня колбасил вообще я уже отвык от этого чувства я потихоньку вернул дозу но у меня вот потратились вообще все таблетки поэтому сегодня я куплю новые и продолжу нормальную жизнь прием психиатру стоит 3 400 рублей они принимают карты прием проходит наверное минут 20 может даже меньше у меня был сотрудники приятные спокойные такие неторопливые еще я заметил что людей которые работают вот я вчера платил за квартиру и там были некоторые сложности с моей банковской карточкой белорусской были небольшие сложности у оператора и она не выходила из себя просто делала как будто это часть работы мне это очень понравилось сзади меня стояла толпа и все просто стояли молча и ждали ходил сейчас к психиатру сбербанк иду по центру русских очень много с детьми в возрасте люди я купил две пачки в аптеке в центральной очень красивой ну я так понял это стоит 800 где-то рублей за две пачки и могу купить за раз не больше двух упаковок так одна упаковка на две недели мне ну нормально сейчас мне нужно купить плоскогубцы и наждачную бумагу чтобы доделать свою кровать потому что я уже наверное две недели сплю на полу а плоскогубцы это будет будет мое сверло плоскогубцами я буду поворачивать сверло там вот в подъезде вход с этой стороны и вот стой двери и возможно это под навесом там может какие-то вам лавочки вон вижак о чем закрыт что не а нет здесь я покупаю разные штуки я попросил отрезать совсем немножечко такая финишная шкурка сколько типа с меня он горит не что не что говорит это мало и говорит по-русски пока и улыбается короче он не бесплатно дал эту шкурку прикольно так так что бесплатная реклама вот этой гвоздаря новая дизайн биржки купил домашние солонину либо слонину но что-то какой-то тонкий кусман вообще максимально тонкий стоит 200 динар но у меня с собой было только 250 наличкой у меня вот отрезали вообще тонкую тонкий слой шоколадный мак мазефака флури сейчас я ник должен подтянуться так это я ник он взял с собой специальную дудку такую как японская типа флейта и он хочет заработать денег чисто игрой на этой дудке по-моему это капец как смело я бы так не смог если честно слева его конкуренты они продают шарики звучит прикольно в общем я примерно в определенное время выхожу гулять и и встречаю каждый раз одну и ту же девушку но в этот раз я решил не пройти мимо нее а взять номерок и я иду вот сейчас в кинеску и вижу ее вдалеке и все думаю буду сейчас подходить она замечает меня прячет взгляд и как бы в сторону такая смотрит я говорю так честно на вещей просто еще смотрят ладно я сейчас зайду магаз и потом продолжу взял мини пассатижи чтобы крутить сверло я ушел просто там девушки были или девочки они в общем меня рассматривали может быть думали что я известный блогер а ну в общем она отворачивается от меня когда увидела что я прям пристально на нее смотрю я говорю еще громче типа извини чтобы она слышала просто из почему я говорю извини это универсальное слово для сербии то есть они тоже говорят это слово а хотя они еще иногда говорят слово молим но молим я уж не буду говорить и в общем она такая как японка робко смотрит вообще в сторону от меня проходит так незаметно снижает скорость смотрит на меня гомик и когда она остановилась и заинтересовалась я и говорю просто чтоб сказать ты разумеешь русский она говорит нет она так как хорошо лежала я и говорю твои лица лепа она говорит о хвала спасибо вот так вот прикольно ходить ну и дальше я предложил прогуляться в общем спрашиваю ее номер прилагаю погулять погулять она говорит да давай сказала что работает архитектором яйцо киндер сюрприз 140 рублей мексикан сос 150 рублей вот этот сос экстриментный паразит у да оно есть подготовка на библиотеке потому что я процент не имеет никакого о том что у вас есть подожди о том что я в общем